Многие выпускники вузов, техникумов или колледжей после окончания учебы не могут использовать полученные знания для решения конкретных производственных задач, так как потенциальные работодатели боятся нанимать молодых людей, не имеющих опыта работы. В этом случае на помощь приходят центры занятости населения. По программе центра занятости населения стажировка на предприятиях города и районах создаются временные рабочие места для молодых специалистов. Одним из участников этой программы стал вышневолочанин Андрей Гаганчиков. Андрей – выпускник Вышневолочского колледжа. О профессии повара мечтал с детства. Первые свои блюда готовил под присмотром мамы. Учился хорошо. В профессиональных конкурсах занимал первые места. Говорит, что особенно удается ему плов. Да и выпечка, с которой может справиться не любая женщина-домохозяйка, имеет высокую оценку соседей-дегустаторов-любителей. Как я начну готовить, они чувствуют, там улица запах-то есть. И сразу, иногда бывало, придут, сразу понятно, что Андрей готовит пироги. Все, надо пирожковый открывать. Я такой, а деньги где взять на пирожковый? Надо оборудовать и все остальное. Довольно сыном и мама, ведь Андрей – первый помощник по хозяйству. Мечтает, чтобы он нашел себя в жизни, постоянную работу и был здоров. Когда с работы приходишь, он всегда говорит, мама, отдохни, чаю сделать тебе. Еда всегда приготовленная. Суп, вечерний ужин, постоянный. Это его забота, это стопроцентно. Имея на руках диплом «Технолог общественного питания», Андрей пока не может трудоустроиться. Работодатели неохотно берут молодежь. Но в центре занятости населения молодому человеку подобрали работу по профессии. Через несколько дней его ждут в «Россиянке», кафе номер 13. В преддверии первого рабочего дня Андрей не может усидеть на месте. Он натуротворческая. И проявляется это не только в кулинарии, но и в танцах. «Россиянке» Рабочее утро для Андрея Гаганчикова началось в 7 утра. В кафе ему дали наставника, под руководством которого он готовит сегодня завтраки и обеды. Лето горячая пора для предприятий общественного питания. Начинаются детские площадки. И юных вышневолочан надо накормить вкусно и питательно. Стажировка у молодого человека будет длиться порядка 6 месяцев. И с момента приема на работу на него распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, а также трудовое законодательство. Соответственно, за свою работу он будет получать зарплату. Служба занятости частично возмещает работодателю из средств бюджета Тверской области затраты на зарплату стажеру. Размер ежемесячной компенсации равен минимальной оплате труда, то есть в настоящее время 5 554 рубля, плюс все начисления на фонд оплаты труда. Кроме того, возмещаются расходы на оплату труда наставников. 50% – минимальная оплата труда за каждого стажера. Работодатель может доплачивать выпускнику из собственных ресурсов в зависимости от интенсивности труда, качества, объема, сложности работы. Дальше все зависит от самого Андрея. Как он себя покажет, проявит профессиональные навыки. Мальчик очень активный, все спрашивает, что готовим. Ну, в общем, целеустремленный ребенок. Ну, что еще про него? Будет подспорьем сейчас? Вот он у вас на полгода. Ну, конечно, будет. Это и заготовки. Вот мы на завтрашний день готовим, и сегодня обед готовим, завтрак вместе готовили. Он молодец, конечно, он старается. У него получается. Некоторые молодые специалисты после окончания стажировки остаются на постоянную работу. Это уже решает работодатель по итогам совместной деятельности.